Ну, секция была в основном посвящена вопросам высокотехнологичного терроризма. Ну, в первую очередь, то, что у нас называется, МИД называет информационной безопасностью, а на Западе кибертерроризмом. А лично мое выступление было посвящено проблеме ядерного терроризма и защищенности американских АЭС. Ну, понимаете, здесь присутствуют специалисты-эксперты, но разных специальностей. И, конечно, обсуждать проблемы кибербезопасности человеку, который занимается ядерным нераспространением, как-то на экспертном уровне не очень хорошо. А, естественно, это очень интересно то, что связано с кибербезопасностью, тем более, что это затрагивает каждого из нас, потому что большинство имеет и те же самые банковские карты, и телефоны, и компьютеры, и так далее, и тому подобное. Это понятно. Просто когда слушаешь докладчиков, которые хорошо знают проблему вот эту, понимаешь, насколько много возможностей, что ты попадешь, по меньшей мере, в не очень хорошую ситуацию. То есть это угроза твоей личной безопасности, это угроза твоему нравственному здоровью, ну, и экономическому положению в том числе. Мой доклад был, конечно, ориентирован для специалистов в области ядерной энергетики, той ее группы, которая занимается проблемой обеспечения безопасности, физической защиты ядерных материалов, учет и контроль ядерных материалов. Вот, это в первую очередь для них, это очередь для тех людей, которые занимаются проблемами терроризма в целом, и особенно такого его, как терроризм АМУ ядерный, это два. Это третье, это, наконец, люди, которые просто хотели бы знать больше о ядерной энергетике в целом. Ну, и, наконец, это люди, которые, так скажем, неравнодушны к судьбам страны. Я первый раз на этом форуме, поэтому мне не с чем сравнивать. То, что мне понравилось больше всего, мне понравилось общение с высококвалифицированными экспертами. Это самое для меня интересное. Я смотрел так, честно говоря, бегло, потому что очень много времени мы практически провели там. Поэтому я не могу сказать, что были некоторые интересные вещи, которые, но для того, чтобы сказать, насколько они интересны, надо, во-первых, это понимать, разбираться в этой проблеме. Я не считаю себя таким специалистом, мне просто показалось любопытным, интересным. Я могу оценить степень проработки технического решения, ну, не на уровне электроники, а вот на уровне чисто, так сказать, конструкторской, чисто механической, так сказать, тщательной отделки и так далее. Вот это было интересно. А углубляться в то, в что я не понимаю, и то, что мне вряд ли потребуется в ближайшее время, я не могу. Поэтому я могу сказать, ну, конечно, я обращал внимание на стенды, конечно, я обращал внимание на персонал, конечно, я обращал внимание, какие симпатичные девушки сидят за этих стендами.